Книга «Открытым оком. Тема покаяния». Том 4. Вопрос 1246. Почему сегодня нигде не могу найти книг, которые прямо бы говорили, что нас ожидает за то, что мы упустили благоприятный момент с начала перестройки, ибо снова начали возводить кирпичные храмы, опять начали поиск чудес, канонизации, точь в точь, как было перед самой революцией. Но написано, Евреям 13.8. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Лука 13.3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Разве об этом не читал патриарх или епископ, а они такие веселые, все время с правителями страны? «Не захватит ли грядущее наказание всех нас врасплох?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иисус и Новина 23.13. «Знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сей, но они будут для вас с петлюю и сетью, бечом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Лука 21.35. «Ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Действия патриарха, епископов и священников сегодня по данному вопросу сходны с действиями лжепророков Израиля. Иеремии 6.14. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир, а мира нет». Исход 59.8. «Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира». Иеремии 14.19. «Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивился он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления. И вот ужас!» Плач Иеремии 4.13. «Все это за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь праведникам». Причина одна, что эти люди не имеют прямой связи с Богом и не желают Ему служить. Они сами узупировали эту власть в церкви, и вся эта церковная структура нужна только им. Осталась одна формальность и тщеславие. Матфея 23.2 И сказал, «На Моисеевим седалище сели книжники и фарисеи». Иеремии 23.21 «Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть. Планы уюта пусть были расколоты. Знает плавильщик в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасны. Тело бессильно справится с холодом. Чье-то оворчанье, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены. Кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фразы из сумрака стенами толстые. Ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола. Будьте как золото. В зеркало смотрят глаза усталые. Рано покрылись инеем волос. Сын не поймет преждевременной старости. Это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет, подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.